вот короче здравствуйте ребята с вами как всегда самый честный самый правдивый и самый красивый блогер youtube а вот сегодня такую тему интересную решил поднять сколько стоит вода а почему решил эту тему поднять потому что я опять зашел случайно совсем зашел на канал который называется называется забыл а познавательная тиви есть такой канал ведущий там баклан короче не помню его фамилию такой человек знаете ну очень неприятный на внешность у него неправильный привкус и плохие зубы и он очень плохо одевается я бы как бы мог дальше продолжить описывать его психотипы да и психотип его жены я этим заниматься не буду потому что вы меня постоянно критикуете что там типа все козлы у меня да один я самый прекрасный что я путина вашего любимого обосрал и бадюка я бадюка и путина еще даже не обсирал я только про них правду сказал если я начну всех обсирать вы вообще охренеете вот хорошо вот этот ведущий да неприятный на внешность человеку реально плохие зубы и неправильный привкус и херово одевается этот человек ездит по разным странам и берет интервью у мигрантов и у людей которые ну переехали по разным обстоятельствам из россии там кто из ссср переехал переехали жить за рубеж вот и вот я не знаю чего хочет добиться этот дядя либо он засланный путинский казачок либо наоборот хочет чтобы заметили его в путинские то есть он всеми своими фильмами хочет показать что за границей жить херово вот херово жить за границей и вот уже второй ролик я вижу где он сука поднимает одну и ту же тему уже во втором ролике что в европе дорогая вода сука вода дорогая я бы на его месте если честно я бы другую тему пробивал которые действительно в европе есть тема которые херовые например большая волна мигрантов да вот к примеру такая вот тема он тему находит сука вода дорогая вода дорогая ну вот сегодня я хотел поговорить поэтому о воде во первых я сделаю обязательно ролик с моим лучшим другом романом вы его все знаете бывший французский легионер он живет в берлине он нам расскажет какие цены в берлине на воду так как я в берлине не живу я вам расскажу про цены у нас в швеции потому что тот баклан вот этот очкарик да с гнилыми зубами он меня просто достал уже реально чуваки во франции вода дорогая в германии вода дорогая и вот я вот так вот подумал ну в швеции тоже должна быть дорогая вода швеция дорогая страна у меня уже в голове даже бизнес начал крутиться если вода дорогая значит надо покупать канистры и сука на халяву дождь сливать ну короче я узнал сколько на швеции стоит вода а кстати во первых я в швеции живу 20 больше 20 лет уже я в разных квартирах жил и кстати ни в одной квартире не было счетчика который считает сколько потребляет семья воду вода всегда входила в стоимость квартирной платы вот где бы я не жил всегда входила вода в стоимость ну я знаю что у нас в швеции есть квартиры где воду за воду платят отдельно там стоят счетчики но я вот сколько не жил в других квартирах вот не было у меня счетчиков ну наверное мне повезло я везунчик просто вот ну короче неважно я сегодня узнал сколько стоит у нас в Швеции ванна воды и не просто воды как у вас в России а чистой воды горячей вот чтобы можно было покупаться хорошо и грязь смыть короче ванна воды стоит цены немного варьируются но средняя я высчитал средняя одна ванна воды стоит 1 евро вот как вы считаете это дорого? одна ванна воды стоит 1 евро теперь давайте подумаем для того чтобы поссать в унитаз и слить сколько там надо воды? ну херня в принципе 5 литров по моему хватит то есть чтобы слить свою мочу или говно сука такие жру и такие темы говорю чтобы слить свою мочу или говно ну даже 10 евроцентов не надо меньше стоит это но этот мудила с гнилыми зубами утверждает что во Франции если люди ходят по маленькому то они не сливают чтобы сэкономить а в Германии когда семья купается то сначала купается жена а потом в той же ванной купается муж вы понимаете что это бред? вы понимаете что это бред? вот есть подписчик у нас у него свой канал даже есть мировой вестник он живет в Германии вот я сомневаюсь что он набирает ванну воды сначала купает дочку потом его жена намывает телеса а потом уже и он купается в этой ванне я сомневаюсь реально вот вам говорю я сомневаюсь я конечно понимаю если человек очень чистоплотный я то не чистоплотный мне хватит вот такого кувшина чтобы телеса нам было я понимаю может там во Франциях и в Германиях все чистоплотные типа ну пожрал вместо того чтобы руки помыть пошел полностью телеса намывать я не знаю там подрочил пошел полностью телеса намывать посрал пошел полностью телеса намывать и обязательно в полной ванне я не знаю я вот не знаю Может они, конечно, чистоплотные французы и немцы, я не знаю И моются по 10 раз на день Даже, сука, если мыться по 10 раз на день 10 евро будет стоить заводу в день 10 раз сходить, 10 раз набрать ванну 10 евро Ну не такие большие бабки для человека, живущего в Европе В пубе бокал пива Ну в пубах разные цены Но может стоить 10 евро бокал пива в пубе Или в пабе, как вы там говорите И вы знаете Пиво пьют немцы И не кричат, что дорого А вода, сука, дорого А французы пьют вино В ресторанах французы вообще предпочитают больше время находиться на улице Чем находиться дома Потому что живут они довольно-таки тесно французы Поэтому у них такая культура Пообедать, поуживать В ближайшем ресторанчике И попить вина Кстати Может поэтому они едят В ресторанах И пьют вино Потому что в ресторанах есть туалеты Где можно посрать Посрать И на халяву слить Я не знаю Может я тупой грузчик Может я что-то недопонимаю Но этот козел вот этот вот В очках, да С гнилыми зубами С неправильным привкусом Который ведет вот этот вот канал Познавательное ТВ Он меня задолбал Я реально говорю И ведь насмотрится молодежь российская Вот таких вот каналов И будет неправильное впечатление О Европе у таких людей У молодежи Из-за таких вот людей Как этот очкарик Сука, гандом Он штопанный У меня, сука Нервы реально не выдерживают Я сейчас на взводе, сука В сердце бьется А вы сидите в своих мухосранских Там, да Смотрите эти познавательные ТВ И верите И верите таким штопанным гандоном Я понимаю, конечно Что он находит таких эмигрантов Да, нытиков Которым все, сука, дорого И у них берет интервью У нас в Швеции тоже живут Такие вот Эмигранты из России Из СССР, да Которые тоже сидят И ноют, сука И ноют, и ноют Я понимаю, что такие люди есть Но эти люди будут Всегда ныть, сука Если даже им бесплатно воду провести Они будут все равно ныть Вы знаете, кстати Что в Швеции Воду из-под крана наливаешь И пьешь вода вот И не заразишься никакой заразой Чистейшая вода Где-то проводили эксперимент Продают воду в таких пластиковых бутылках Которая у нас в Швеции стоит По-моему, полтора литра, два евро Ну, такая хорошая марка За полтора Опять дьявол вселяется За полтора литра Два евро, короче Так вот эта вот вода За два евро По качеству По своим питательным веществам По своему молекулярному По своей молекулярной формуле Вот эта вот Вода за два евро Была хуже Чем вода из-под крана в Швеции Делайте выводы Вот Я вот что Что в Анафранковске жил Что в Питере жил Что в Севастополе в армии служил Что в Владивостоке служил в армии Вода Говно вода у вас Вот А у нас хорошая, вкусная вода Вот Даже могу случай рассказать У меня есть один знакомый У него собственная фирма Строительная Этому летом Всегда приезжает его кореш Подработать И он постоянно Хлещет воду И один раз мой друг спрашивает Что ты воду постоянно хлещешь А он ему говорит Вкусная у вас вода Вот уже Второй месяц пью И напиться не могу Ну так а что ты ее пьешь типа Перепьешь типа А он говорит Нет, не перепью Я вот Сейчас за три месяца летних Напьюсь воды Чтоб потом у себя В Новгороде Не пить эту воду Новгородскую Вот Как верблюд Человек мыслит Видите Вот Ну ладно Это как бы шутка Но хотя он на самом деле Воду хлистал Просто вот так Как сироп Нравилась мне вода Давайте 15 минут прошло